Всем привет! Диатюр дает прогноз на матч 24 тура РПЛ Рубин-Сочи. Встречаются 8 и 4 команды текущего сезона. Статистика команд. Рубин последние 3 матча отыграл на тотал больше, Рубин забивал в последних 4 матчах. В Сочи последние 2 матча отыграл на тотал больше 3,5. В Сочи без побед в последних 7 выездах в РПЛ. В минувшем туре Рубин проиграл Химкам 1-3. Химки отметились двумя голами в середине первого тайма, забив с пенальти и ударом со средней дистанции. Затем надежно держали оборону. Рубин создал несколько хороших моментов, один из которых реализовал в концовке первого тайма. В тайме втором одна из редких вылазок гостей привела к третьему голу. Все же попытки хозяева отыграться оказались тщетными. В Сочи выиграл у Тамбова 5-0. Тамбов снова отыграл хороший первый тайм, создал несколько моментов, Климов даже не реализовал выход 1 на 1. Но полностью развалился Тамбов в тайме втором. Причем чем ближе была концовка матча, тем сложнее было Тамбову. И в игре с Краснодаром, и в игре с Сочи большую часть мячей Тамбов пропустил в последние 15 минут матча. Очный матч первого круга выиграл в Сочи 3-2. Обе команды хорошо продолжили сезон в этом году, правда по разу оступились. Сочи проиграл в Москве Локомотива 1-3, играя полуосновным составом, а Рубин немного неожиданно согнулся с таким же счетом Химком. В очных матчах соперники играют обычно результативно. Последние две игры закончились на 3-2. Однако Буки дали катастрофически низкий коэффициент на низовой вариант матча 1-65. Это меньше, чем, например, на Ротер Локомотив. Сложно объяснить, чем вызван такой низкий коэффициент, но разве что тем обстоятельством, что у Рубина идет серия из трех матчей на тотал больше. Но в этом сезоне Казань уже играла разок 4 результативных матча подряд. Рубин в этом сезоне куда лучше играет в выездные матчи, чем в домашние. Сочи наоборот, лучше играет дома. Да, обе команды многовато отыграли результативных матчей в последнее время. В самый момент как бы дать низовую игру. Однако в очных матчах соперники очень любят забивать много голов друг к другу. Поэтому здесь гадать с результативностью достаточно непросто. Чтобы не было обидно, можно ставить на вариант с самым высоким коэффициентом. Это тотал больше за 2.37. Если же говорить о победителе матча, то здесь Сочи не должен бы проиграть. Объективно южане сейчас находятся в хорошей игровой форме. И даже в матчах, где они проиграли локомотиву без ряда игроков основы, у Сочи были шансы на ничью. Рубин уже банально где-то больше везло. Поэтому здесь можно даже рискнуть поставить на Сочи с нулевой форой. Из связки ставок тотал больше обезобьют до победа гостей с форой 0. Самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 2.37. На обезобьют до 1.98. На победу гостей с форой 0 2.16. В качестве более выигрышной ставки можно предложить вариант Х2 за 1.57. Коэффициент существенно ниже, но и выигрышный диапазон заметно шире. Ничья в таком матче очень даже возможна. Многое будет зависеть от нюансов. Но в норме Сочи не должен бы проиграть этот матч, поскольку сейчас играет лучше и выглядит свежее. Плюс к этому Сочи очень давно не выигрывал на выезде. Поэтому здесь очень похоже, что гости должны брать 3 очка. Однако у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.